Не игра, а лотерея. Исход самого ожидаемого матча первенства мира по бенде между сборными России и Швеции определила серия пенальти. Подробности ледовой схватки в сюжете моих коллег. Не иначе как Невской битвой, но на высоких берегах Амура можно назвать матч Россия-Швеция. Впрочем, подойдет еще одно определение. Генеральная репетиция финала. Ведь именно этим непримиримым соперникам эксперты прочат места в решающей схватке. 10 и 9 мячей наши хоккеисты забили соответственно казахам и финам, которые в обоих случаях ограничились только голами престижа. Шведская сборная в этот день тоже выходила на лед в статусе непобежденной, а потому игра обещала стать по-настоящему жаркой. Порадовать болельщиков голом хоккеисты в первом тайме смогли единожды. После розыгрыша стандарта отличился Александр Тюкавин. По истечении 45 минут показательно равной игры. Счет остался прежним. 1-0. Болельщики на время покинули трибуны. Вслед за ними в широкие коридоры арены Ерофей потянулись и жаркие дискуссии об исходе матча. Я надеюсь, Швеция победит. Я надеюсь, они заиграют лучше. Будем ждать победы России, конечно. И в сегодняшнем матче, и в финале. Ожидания некоторых обрели даже творческую форму. Людмила Криворотая посвятила нашей сборной целое стихотворение. Мы верим искренне и свято. Вы лучшие у нас ребята. Подобными поэтическими шедеврами гости ответить не смогли. А потому по возвращению на места продолжили декламировать кричалки. И докричались. 1-1. Как ни старались зрители вымолить у спортсменов еще голов, пуская волны, счет так и не изменился. А потому итог встречи решила серия пенальти, в которой удача оказалась на стороне скандинавов. Одним из везунчиков оказался и знакомый хабаровчанам полузащитник СКА нефтяника Йохан Эстблум, поболеть за которого прилетели даже родители. Это мой первый чемпионат мира. Это моя домашняя арена. Поэтому играть здесь нечто особенное. И это здорово, что они проделали такой долгий путь, чтобы посмотреть на меня. В целом к своему поражению хоккеисты российской сборной отнеслись философски. Обидно проиграть по пенальти. Ничего. Двигаемся дальше. Главное у нас, главный матч впереди. Готовимся к ним. Самым главным будет, и мы на это надеемся, финал. Спортивные эксперты своими прогнозами воодушевляют. Не хочу обижать других соперников, но явно, что эти команды сильнее других, и они будут играть в финале. Добавить нечего. Держим кулаки и болеем за наших. Дмитрий Павленко, Александр Ташира для программы новости.